Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 сентября. Житие преподобного отца нашего, Никандра Псковского, во дни великого князя московского Василия Иоанновича, в Косковской области среди дикой, болотистой местности, в селе Видельбе, жил один благочестивый человек по имени Филипп. Как сам он, так и супруга его, Анастасия, вели богоугодную жизнь, часто бывали в храме Божием, слушая Слово Господне, и поучаясь за поведям Христовым. Старший сын Ихарсений постоянно видит перед собой благочестивый пример своих родителей, оставил мирскую суету и принял монашеское пострижение. Но еще более прославился своими подвигами и чудесами его брат Никон, впоследствии преподобный отец наш Никандр. Никон родился в 1507 году. Из самого раннего возраста благодать Божия почивала на нем. Еще в молодых годах он просил родителей своих отдать его в научение Божественному Писанию. Часто посещая церковь воины великого угодника Божия Николая, архиепископа Мерликийского, слыша о чудесах этого славного подвижника, отрок Никон с юных лет возгорелся желанием последовать Христу. Сильно также нравилась ему тихая иноческая жизнь его брата Арсения, посвященная труду и молитве. Пример недавно представившихся и просиявших своими подвигами и чудесами преподобных Псковского Саввы и Ефросина укреплял юношу в его намерении. Никон хотел поклониться нетленным мощам всех угодников Божиих и побывать в тех местах около Пскова, где они подвязались. Святой отрок часто и горячо молился Создателю, чтобы он избавил его от пагубной мирской суеты и сделал достойным своего вечного царствия. Не любил Никон ни игр, свойственных его юному возрасту, ни красивых одежд, не принимал участия в праздных беседах, носил всегда простую одежду и любил нищету духовную и чистоту сердечную. Постоянно вел он брань с врагом рода человеческого, предуготовляя себе таким образом к будущим еще большим духовным подвигам себя. Между тем волей Божией отец его скончался. Семнадцатилетний юноша, горя сильным желанием послужить Господу, со слезами и смирением, убедил мать свою частью раздать имение неимущих, частью пожертвовать в Церкви Божией и оставить в сей суетный мир. Придя в один женский монастырь, Анастасия приняла там пострижение и вскоре отошла в вечную жизнь, где добродетельным и благочестивым от века предопределено получить венец неувидаемый. Тогда Никон отправился в город Псков, посетил все церкви и монастыри там бывшие, обошел также окрестные обители и, наконец, достиг тех мест, кои были ознаменованы подвигами святых Ефросина и Саввы. Весьма радовался благочестивый юноша тому, что Господь привел его поклониться мощам психугодников своих, чего он уже давно желал, и еще более укрепился духом на предстоящий ему подвиг. Лишь о том сильно скорбел Никон, что не вполне хорошо был научен Божественному Писанию, поэтому юный подвижник горячо молил Господа и Учителя всех, чтобы он просветил мысленные его очи. И вот, наставляемый Духом Святым, он опять отправился в Псков. Здесь встретил Никона один благочестивый муж по имени Филипп и принял его в свой дом для работы. Видя великое желание Никона разуметь священное писание, Филипп отдал его в учение к некоему дьякону, славившемуся своими знаниями и мудростью. Часто и усердно молился святой, говоря, «Настави меня, Господи, правдой Твоей, и вразуми меня научайся словам Твоим». И человеколюбец Бог услышал горячее моление смиренного раба своего. Он открыл Никону ведение божественного писания, извил на него благодать свою, даровал ему дух разума, так что все дивились тому, как скоро и как хорошо Никон изучил писание. Как огонь очищает золото, так и несчастье очищает и еще более возвышает человека. Древний завистник рода человеческого дьявола, не терпя благочестивой жизни преподобного, воздвиг на него некоторых злых людей. Но святой Никон по заповеди Христовой переносил все нападки с молитвою и благодарением, и своим смирением победил восставших на него. Однажды, молясь в церкви, преподобный услышал евангельские слова, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легкое». Эти слова поразили Никона, и он решил скорее привести в исполнение свое заветное желание. Давно слышал он об одном каком-то пустынном, удаленном от села деревень месте, между Псковом и Порховом, среди диких лесов и непроходимых болот, но не знал Никон человека, который бы мог точно указать ему то место, желая постоянно исполнить на деле слова, сказанные духом святым, через праведного пророка и царя Давида. Вот удалился бегой и водворился в пустыне. «Чаял Бога, спасающего меня от малодушия и от бури». Смиренный подвижник усердно молил Господа, говоря «Господи, владыка жизни моей, Иисусе Христе, Сын Божий, услышь молитву мою, удостой меня видеть пустыню, пошли мне мужа, который бы наставлял меня на путь спасения и указал бы мне то уединенное место». Молитва святого была услышана. И по внушению Духа Святого Искова он отправился в свое родное село Вильделебье. Здесь Никон узнал, что одному человеку по имени Феодору известно то место. Придя к Феодору, преподобный стал просить его. «Юного возраста слышал я о пустынном месте, но не было человека, кто бы указал мне его. Тебе известно место это. Ради великого имени Божьего укажи мне его. На это и сам ты получишь за это награду от Господа, и моей грешной душе будешь наставником». Видя такое сильное желание Никона, благочестивый муж Феодор тайно от других отвел его в пустыню. Построив небольшую хижину, оба они поселились здесь и стали подвязаться в трудах и молитвах. Спустя некоторое время преподобный возвратился в Псков, чтобы по обычаю своему выслушать божественную литургию в Церкви Святого и Славного Богоявления. В этом храме был глаз к Никону из алтаря. «Никон, Никон, раб мой, иди в пустыню, указанную тебе благочестивым мужем Феодором, и там обретешь себе покой. Процветет через тебя пустыня та, и многие спасутся там. Приходящие туда получат благодать и будут прославлять имя мое». Преподобный тотчас же в духовной радости вышел из храма и отправился в место, указанное ему самим Господом. На пути Никону встретился блаженный Николай Псковский. Он предрек, что в пустыне ожидают подвижника разные искушения от бесов и нападки со стороны злых людей, но ничто не могло удержать Никона. С ликованием, подобно воину, идущему на бой, преподобный возвратился в свою пустыню. В пустыне подвязался здесь пятнадцать лет в трудах, молитве, пощении, чтении божественного писания, постоянном бдении. Много терпело бесов и злых людей. Между тем слух о его подвигах стал распространяться, и окрестные жители стали стекаться к нему. Смиренному подвижнику было это тяжело. Не от людей, но от Бога ожидал он себе награды. Слава земная была ему в тягость. И так, со слезами и с великой скорбью, не желая покидать этого места, но в то же время убегая от людского прославления, святой отправился снова в Псков. Здесь он принял к себе в дом его тот Филипп, у коего преподобный жил во время своего учения, узнав, что Никон твердо решился посвятить себя Богу, он отвел блаженного в монастырь святого Иоанна Богослова, где почивали мощи основателя этой обители, преподобного Саввы Крыпецкого. Узрев образ этого подвижника Божия и припав к раке его мощей, Никон стал так молиться. «Преподобный угодник Божий Савва, помолись, владыки Христу, да сподобит он меня грешного и недостойного раба Своего, и си тем путем, по коем шествовал ты, да поможет он мне на всем поприще, и да будет он моим заступником». После этого Никон со смирением и слезами стал умолять Игумена этой обители, чтобы он принял его число братьев. Игумен же удерживал его, говоря, «Монастырь наш беден, да и сам ты здоровьем не крепок, не возлагаешь на себя такого тяжелого времени, ты можешь жить с нами, но не торопись принимать пострижение иноческого». Но Никон молил только об одном, исполнить его просьбу. Тогда Игумен, видя такое рвение святого, такое неудержимое желание принять иночество, должен был, наконец, уступить великим просьбам святого. Он приказал одному из священно-иноков постричь Никона, причем ему наречено было имя Никандр. Тогда преподобный с новой силой устремился на подвиги, все более и более преуспевал он в добродетелях, старицей принося плод Господу. Горя любовью ко Христу, он совсем отказался от своей воли, всего себя предал Богу и стал благоприятным храмом Всесвятого Духа. Постоянно укреплял он себя такими благочестивыми размышлениями. Пшеничному полю подобно иноческое житие. Оно требует частого дождя слезного и великого трудолюбия. «Если хочешь принести обильный плод, а не терния, то трезвись умом и трудись. Старайся быть доброй землею, а не каменистой почвой, чтобы посеянное свыше сердце твое могло принести плоды, чтобы не исцыхало оно от зноя уныния и небрежения». Питая такими спасительными размышлениями свою душу и доставляя ей духовное усложнение молитвами, преподобный Некандр старался изнурить свою плоть, памятуя всегда слова Давида, «Вижь смирение мое и труд мой, Господи, и оставився грехи моя». Преподобный никогда не оставлял работы телесной. Братья и игумен удивлялись житию и подвигам святого и прославляли Бога, посылающего таких подвижников. Оба вышеупомянутые мужа Филипп и Феодор последовали примеру святого и приняли пострижение в той же обители. Первый наречен был Филаретом, а второй Феодосием. Спустя некоторое время оба они с миром отошли в жизнь вечную. Между тем преподобный Некандр, заметив, что его подвижническая жизнь вызывает в братья удивление, стал тяготиться жизнью среди иноков и жила была ему слава человеческая. Убегая от похвал братья и тоскуя прежней своей отшельнической жизни, он отправился в свою пустыню и прожил там еще целых пятнадцать лет, непрестанно молился и трудился, и всячески заботился о спасении души своей. Самая жизнь его нередко подвергалась опасности. Так однажды злые люди по внушению дьявола напали на убогую хижину святого, похитили скудные пожитки отшельника, отняли у него и последнее его утешение, святые иконы и книги, а самого его сильно ранили в ребра копьем и оставили еле живым. С Божьей помощью святой поднялся и стал так молиться. Господи Божий мой, Иисусе Христе, силой и крепость уповающих на Тебя, незаслуженно Ты, безгрешный, принял вольное страдание от иудеев. Я же, недостойный раб Твой, потерпел все это вполне справедливо за бесчисленные грехи мои. Благодарю Тебя за все, и со слезами и умиленным сердцем молюсь Тебе о людях этих. Прости им. Не ведают они, что творят. Не они виновны, но враг, сетель всякого зла побудил их на такое дело. Не попусти, Господи, погибнуть им из-за меня грешного. В неведении они сделали это. Корой на помощь Господь даровал чудесным образом смиренному рабу своему исцеление. Но и разбойники были наказаны. На расстоянии полутора верст от келия святого находилось в озере Демьянова, куда впадает река Демьянка. Божьим попущением на берегах этого озера разбойники сбились с пути. Три дня они блуждали, тщетно стараясь найти дорогу и сильно страдая от голода. Двое из них раскаялись в своем прегрешении и стали говорить своим товарищам, потому мы и не можем отыскать дороги, что несправедливо поступили, похитили вещи святого и нанесли ему тяжелые раны. Двое же остальных спали в совершенной отчаянии и стали говорить, и себя-то самого он не мог защитить. Но все видящее, Бог услышал эти слова и наказал поносивших святого мужа. Переходя реку Демьянку, они сорвались по мосту и утонули. Видя то, оставшиеся двое были устрашены и стали молиться Господу, чтобы он простил их согрешение. Молитва их была услышана, и они скоро отыскали дорогу к хижине Никандера. Возвратив преподобному все взятое, они с горьким плачем и рыданием, бросившись вниз перед святым, просили его простить их и помолиться о них Господу. С отеческой любовью принял раскаявшихся преподобный Никандер. Простил, накормил и молил их оставить свой злой промысел, указывал, что враг человечески внушает им идти по этому гибельному пути и с миром отпустил их. Благополучно вернувшись к себе, они всем рассказывали о бывшем с ними, при этом прославляли милосердного Бога и его угодника преподобного Никандера. С того времени слава святым еще более возросла. Многие стали приходить к преподобному, принося ему пищу и прося у него благословения. Много лет провел Никандер в пустыне, много трудов перенес он там, но по-прежнему тяжела и невыносима была ему земная слава, страшившая его более всего. Не столько боялся он разбойников, сколько хвалы людской. Поэтому преподобный снова оставил пустыню и отправился в Крыпецкий монастырь, где принял монашество. Прибыв в обитель, святой продолжал свою подвиженскую жизнь, питался он только сухим хлебом, утолял жажду простой водой, не вкушал ни вина, ни рыбы. Лишь только в субботу и воскресенье позволял себе немного вареной пищи. Но и той часто не было. Смиренный подвижник превосходил всех в обители своей добродетельной и строгой жизнью. Он всегда готов был всем оказывать услуги и помощь. Носил издалека воду и дрова, ночью проводил в постоянном бдении. Сейчас он в ночное время выходил в лес и, обнажив свое тело, давал жалить его комарам и оводам, так что оно покрывалось струями крови. При этом сам он неподвижно сидел, придя волну и воспевая псалмы Давида. При наступлении же утра преподобный возвращался в монастырь, первым спешил в церковь, где выстаивал всю службу, нисходя со своего места, и последним выходил из храма. Братья, бевясь его подвигом, поставила его в Пономарии. На святого было возложено трудное и тяжелое послушание, печь просфоры. Но преподобный Никандер с радостью стал исполнять эту работу, говоря, «Если Господь наш Иисус Христос назвал Себя своим телом, хлеб, приготовленный до тайной вечери, то мне следует радоваться, что Бог сподобил меня приготовлять такие хлебы, на коих совершается великая и страшная тайна. Дивным и непостижимым образом они прилагаются в святое тело Христово». А подвижник Божий продолжал неустанно трудиться. Братья, видя его возрастающее рвение, и полюбили его за смирение и кротость, просила игумена сделать Никандра киларем. Киларь от греческого обязан был хранить монастырские припасы. Игумен исполнил просьбу иноков и поставил преподобного на киларство. Святой муж при всем возвышении не изменил своей прежней жизни, но исполнял новую обязанность смиренно мудрием и усердием, как бы дело поручено ему самим Господом. Не превозносился он данной ему властью, но всегда помнил слова Писания, «Если кто хочет из вас быть большим, да будет для всех слугою». Но недолго святой Никандр был киларем. Он боялся причинить кому-нибудь обиду в новой своей должности. К тому же он стремился к прежней отшельнической жизни. Поэтому и решился снова покинуть обитель. Выйдя из монастыря, он поселился на одном острове, находившемся в четырех верстах от обители. Здесь святой опять предался обычным своим трудам и в них провел три с половиной года. Слава о подвижнической жизни отшельника стала привлекать к нему многих людей, чем опять стал тяготиться Никандр. Между тем враг и завистник людей дьявол, отец лжи и неправды, внушил игумену Крыпецкого монастыря мысль, что Никандр уменьшает доходы монастыря. Поэтому он просил преподобного переселиться в какое-либо другое место. С величайшим смирением исполнил святое желание игумена, несправедливо обвинившего его. Он снова отправился в пустыню, указанную ему прежде Духом Святым. Во время своего путешествия преподобный Никандр прибыл в одно село Локоты. День уже клонился к вечеру, и святое зашел переночевать к одному поселенину. А у последнего в то время происходил пир. Это как раз случилось в понедельник, сырные недели, когда святой по своему обычаю соблюдал пост. Крестьянин стал предлагать Никандру пищу, но блаженный отказался принять ее. Враг же спасения человеческого задумал поругаться святому. Незавнодо пришествия святого селения он врушил некоторым злым людям мысль разграбить дом одного из крестьян того селения. Так они и сделали. Напали на его дом, разграбили и сожгли его. Поэтому и крестьянин, принявшись святого, обидевшись отказом преподобного, стал говорить, «Вероятно, и ты один из тех людей, что сожгли дом моего соседа. И мне, полагаю, я задумал ты что-нибудь подобное, так как не хочешь прикоснуться к моей пище». Об этом он рассказал своим соседям. Все, собравшись, стали немилосердно бить дрекольем святого по всему телу и по голове. Христос же, спаситель наш, не попустил долго мучиться святому и погибнуть от навета бесовского. Но скоро, по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, избавило его от муки. Стинания святого Неканра и крики бивших его были услышаны проходящими людьми. Вредя они стали говорить, «Этот старец не причинил вам никакого зла. Что делаете, безумцы? Неповинного человека хотите предать смерти?» Те люди усцедились и стали молить святого, чтобы он простил их. Также предложили ему пищу, какую ему было угодно. Но святой отказался вкусить и стал так молиться замучивших его. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, невминимо этого во грех, не ведают они, что творят». Лишь утром на следующий день Неканр спустил немного хлеба и со смирением, простив от всего сердца по селям, присинивших ему в неведении побои, отправился в путь. Однажды во время своего дальнейшего путешествия святой, утомившись, прилег и стал забываться в дремоте. Вдруг видит он, что на него готовы броситься два огромных и сильных волка. Став, святой осенил себя крестным знаменем и ударив своим посохом по земле, сказал «Отступите от меня, все делающие беззакония!» И звери в тот час же исчезли. Прибыв в свою пустыню, святой снова предался подвигам целых пятнадцать лет. Прожил он там. Много напасти испытал он от бесов и злых людей, но одолел и победил ковар своих непрестанными молитвами и слезными рыданиями о грехах своих, как светлым бисером украшая подвигами душу свою, и всегда назидал себя душеполезными размышлениями. Велики благодеяния Творца всех Бога нашего! Он не только прославил своего угодника на небесах после его представления, но еще и при жизни не спасал ему дар прозорливости, как это видно из следующего. Некий человек по имени Петр, по прозванию Ясюков, живший в двенадцати верстах от хижины святого, сильно скорбел, что нет у него детей. И вот однажды подбежал лось к самому двору Петра. Это произошло не случайно, но Божьим изволением, ибо в Евангелии сказано «Не может город укрыться наверху горы, и нельзя светильник ставить под спудом, чтобы сокрыть его, но ставится на свечнике, да светит всем входящим и видит его свет». Так и преподобного Некандра милосердный Господь указал посредством лося. Сев на коня, Петр вместе со своими людьми погнался за зверем. Спутники его мало-помалу стали отставать от него, так что в конец он остался один. Долго Петр преследовал зверя, старавшегося укрыться в лесу, заехав в глухую непроходимую геберь, Петр потерял из вида лося. В это самое время он заметил небольшую хижину. Думая, что здесь кто-нибудь живет, Петр постучал в дверь со словами «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» Но ответа не было. Лишь только после третьего раза таков был обычай у святого. Дверь отворилась, и Некандр встретил Петра, ранее никогда не видевшего преподобного, со словами «Сын мой Петр, ступай к дубу, где устроено помещение для приходящих. Я сейчас приду туда». Придя в указанное место, Петр вскоре увидел, что к нему приближается благообразный старец. Он поклонился ему и просил у него благословения. «Благословение Господне да будет над тобою и над супругою твоею», отвечал старец. Петр же подумал, «Поистине благодать Божия обитает в этом человеке. Поистине исполнен он Духа Святого, ибо ни разу не видя меня, он знает и имя мое, и то, что я женат». Поклонившись земно старцу, Петр спросил, как зовут его, и сколько времени живет он в пустыне. «Грешный Некандр мое имя, а летах моего пребывания здесь ты не спрашивай. Об этом знает один, только Бог», смиренно ответствовал старец. Тогда Петр, упав перед святым на колено, стал горько жаловаться на свое несчастье. «Вот, уже я стар, а нет сына у меня». На это преподобный Некандр отвечал, «Стань, чадо, и возвратись в дом свой. По молитвам Пресвятой Благородицы родится у тебя сын». «Родится у вас сын». И действительно, предсказание святого исполнилось. С тех пор Петр стал часто приходить к преподобному и насыщался его душеполезными наставлениями. Однажды угодник Божий сказал ему, «По отшествиям моем в жизнь вечную это пустынное место будет вознесено и прославлено. Над гробом, где будет положено грешное тело мое, воздвигнута будет церковь в честь славного благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы». В другой раз к Некандру пришел некий муж по имени Симеон, желая получить от святого благословения и наставления. Преподобный же, прозрев, что Симеону скоро предстоит кончина, сказал, «Сяда, Симеон, время жизни твоей сокращается». И, подав ему ножницы, продолжал, «Вступай в монастырь, какой укажет тебе Господь, и восприми иноческий образ, ибо приближается конец жизни твоей». Услышав, то Симеон отправился в один из монастырей, принял там пострижение и вскоре, причастившись к христовых тайн, с миром отошел в жизнь вечную. Между тем, люди, услышав о подвижнической жизни преподобного Некандра, стали все чаще и чаще приходить к нему. Когда они тихо подходили к его келье, то слышали, как молится святой, как часто кладет он земные поклоны. Лишь только святой замечал их приход, он делал вид, что спит. Когда приходящий стучался к нему в двери со словами «Благослови, Отче!» Микандр молчал, не отвечал он и на второй раз. Лишь только после третьего раза, как будто встав от сна, святой ответствовал «Господь наш Иисус Христос, заблагослови тебя, чадо!» В таких подвигах проводил святой все дни и ночи, никогда не ложился блаженный спать, но если его одолевал сон, то он сидя забывался дремотой, и то лишь на короткое время, а потом опять начинал молиться. Своё пренебрежение к плотине Кандор простёр до того, что умывал водой только руки и лицо. Питался он по большей части растениями. Когда же благочестивые люди приносили ему хлеб, то преподобный принимал приношения с благодарением, затем давал хлебу высохнуть и в таком виде вкушал его на заходе солнца. Жажду он утолял водою, хотя он и вел столь суровую жизнь, однако никогда нельзя было видеть лицо его хмурым, но всегда оно светилось радостью и спокойствием. В течение всей Великой Четыридесятницы святой вкушал только раз в неделю, а в Великий Питок он шёл в Демьянский монастырь, приобщившись там страшных и животворящих тайн Христовых, он снова уходил к себе в пустыню, считая себя недостойным быть в числе братья и сей обители. Одному лишь Богу ведомы труды и подвиги, какие святой Никандор перенёс в пустыни. Часто злые духи преподобного и даже наносили ему раны, как то было и со святым Антонием Египетским. Подкрепляя подвижника своего, Господь послал ему в видение преподобного Александра Свирского. Этот угодник Божий ободрил Никандра на брань с невидимыми врагами. В Евангелии сказано, что род сей ничем не изгоняется, как только молитвою и постом. Этим оружием и преподобный Никандр одержал победу над князем тьмы. Но долго пришлось ему бороться с духами злобы. Всякий раз, как Никандр хотел отдохнуть от своих трудов, вокруг его кельи поднимался такой шум, что казалось, будто проезжает множество колесниц или же слышалась игра на тимпанах и свирелях. Тогда преподобный начинал читать псалмы Давидовы и шум прекращался. Так злые духи долгое время днем и ночью не позволяли отдохнуть к святому до тех пор, пока Божьей благодати он не одолел их в конец. Однажды большой медведь пришел к келью из святого и стал чесаться от нее с такой силой, что келья стала дрожать и была готова рухнуть. Перекрестив оконца своей кельи и осенив себя самого крестным знамением, святой взглянул и видит большого зверя, стоящего у кельи. Тогда преподобный еще раз ознаменав себя крестом, вышел из кельи и перекрестил зверя. Будто пораженный какой-то невидимой силой медведь упал перед святым, стал кротко лизать ему честные ноги, а потом удалился в лес. И снова в другой раз ему явился в сенях кельи преподобный Александр Свирский. Укрепляя его на подвиге, он сказал «Не бойся, брат мой Никандор, с этого времени избавит тебя Господь от всех святей вражи их». С того времени святой приобрел такую власть над бесами, что они даже не осмеливались приступить близко к его кельи. Один человек по имени Назарий, живший недалеко от кельи преподобного, впал в тяжкий недуг. Все тело его покрыли черви, особенно же большая язва у него открылась на груди, так что можно было видеть внутренности. При всем больной не мог пошевельнуться от страшной боли. Столь тяжким недугом Назарий страдал год и шесть месяцев. Домашние его, видя, что Назарий впал в такую неисцелимую болезнь, плакали, не зная, чем облегчить мучение болящего. Назарий же, слышав о чудесах и о подвижнической жизни святого Никандора, повелел своим домашним отнести его к преподобному. Они исполнили просьбу Назария и, принеся, положили болящего перед келье отшельника. Когда Никандор вышел из своего жилища, Назарий, собрав все свои силы, стал обнимать и орошать слезами ноги святого, начал просить блаженного, чтобы он помолился о нем Господу. Преподобный же отвечал, Назарий, не прикасайся к ногам моим, напрасно ты целуешь их, напрасно ты просишь у меня исцеления, потому что исцеление твое невозможно для человека, оно возможно для Бога. Его и должно с верою просить об исцелении. Слыша это, больной удивился тому, что преподобный знал его имя, хотя прежде никогда не видал его, поэтому еще усерднее стал просить его, если же ты, отче, прибавил Назарий, оставишь меня, то я не уйду с этого места и умру перед твоей Килии. Тогда преподобный, видя горячую веру Назария, приказал отнести его в помещение для приходящих путников и сказал ему, чтобы он там постарался заснуть, но больной отвечал, отче святый, во время всей болезни моей, я ни разу не мог сомкнуть глаз моих, как же ты теперь советуешь мне заснуть? На этом Никандр сказал, еще до прихода твоего я истопил то помещение, ибо мне известно было, что ты прибудешь ко мне, теперь же пока я отправлюсь помолиться, старайся заснуть, а потом покажешь мне твои раны. Назарий хотел был сейчас же открыть свою язву, но не мог, ибо рубашка пристала к его телу так крепко, что ее нельзя было оторвать. Увидев, тот святой перекрестил рану и отпустил Назария в указанное место, где тот вскоре и заснул крепким сном, а сам преподобный, заключившись у себя в келье, всю ночь усердно молил Господа, да подаст он, единый целитель всех страждущих, здравия болящему, и вместе с тем просветит душевные его очи и укрепит в вере. Скоро на помощь всем серой призывающим святое имя его, Господь услышал молитву раба своего. Наутро Назарий проснувшись почувствовал себя совершенно здоровым. Стойся, встал он на ноги, струб вместе с рубашкой отстал, как кора. Тогда он горячо начал благодарить Бога, даровавшему ему исцеление, и прославлять его угодника святого Нанекандра. Преподобный же, не желая себе славы от людей, запретил ему рассказывать о бывшем, чтобы не было с тобой еще хуже, добавил он. В другой раз один крестьянин Симеон Васильев, человек князя Кострова, пришел к Некандру и горько жаловался преподобному, что у него украли лошадь. Святой услышав осем, глубоко вздохнул. Симеон же продолжал жаловаться и сказал, что с того времени уже прошло пять дней. Тогда Некандр с великим смирением и кротостью стал говорить «Не о том, сын мой, должно жалеть, что у тебя украли лошадь. Нет, не об украденном должно скорбеть, а об укравшем, ибо человек сделал это по внушению дьявола». Симеон же с удивлением заметил ему «Так ты очень скорбишь о человеке и сделаешь им похищение». Тогда Некандр ответил «Чадо, Симеон, отправляйся в дом свой, украденный у тебя возвратится». Эти слова святого сбылись. В ту же ночь лошадь сама прибежала домой. Симеон вторично пришел к преподобному благодарил его и рассказывал о том, что случилось. «А человек, похитивший мою лошадь, добавил он, потонул в реке». Услышав об этом, Некандр опечалился и стал так поучать Симеона «Сын мой, должно скорбеть о христианах, коих постигла смерть прежде, чем они успели покаяться в грехах своих. И об этом человеке нужно молиться, ибо Господь сказал «Если не покаетесь, то все также погибнете». Долго говорил преподобный своим назиданиями, своими исполненными любви, просветил душевные очи Симеона. Последний еще усердней стал славословить Господа, пославшего такого угодника своего на землю. Между тем, преподобный Никандор, видя, что приближается конец земной его жизни, начал готовиться к тому, чтобы украшенным всеми добродетелями войти в Царство Небесное. Денно и ночь намолился, он и просил, чтобы всемилосердый Господь отпустил ему его прегрешения. Недовольствием обычной строгости своей жизни, он решился уподобиться ангелам и возложить на себя великую схему. Для этого преподобный отправился в Демьянский монастырь и здесь принял от руки игумена великое пострижение. Это было за восемь лет до его кончины, после чего святой опять поселился в своем уединении. В то время к преподобному стал часто приходить один дьякон из города Порхова по имени Петр. Много беседовал с ним святой о Божественном Писании, о вере Христовой, о добродетелях христианских. Однажды Никандор поведал некое мчуде бывшим с ним. Часто и сильно страдал я прежде ногами, теперь же по милости Божией я освободился от болезни. Разглянув на ноги святого, Петр увидел, что все голения его были обнажены от своего телесного покрова и сильно был поражен тем. В другой раз Никандор сказал Петру, скоро Господь призовет к себе мою грешную душу. Когда ты узнаешь о моей кончине, то приди и погреби мое бренное тело. Скоро ли произойдет то, о чем ты мне говоришь, спросил Петр, и когда ж ты мне знать о случившемся? Не знаю, как извещу тебя, ибо в то время будет брань. Тогда придут сюда польские и литовские войска и будут держать псков и порхов в осаде. Ты же, когда услышишь о моем отшествии к Богу, небоязненно погреби тело мое на том месте, где найдешь его. И над моим гробом будет воздвигнуться церковь в честь великого и славного благовещения. Так Никандр мирно готовился оставить всевременный мир. По прошествии сорока семи лет и двух месяцев с тех пор, как преподобный в последний раз поселился в своем уединении, он спал в телесный недуг. Вскоре святой почувствовал приближение смерти и со слезами стал просить Господа даровать ему отпущение всех прегрешений, призывал в молитвах всех святых и вручал пустынное свое место пребывания по печению Пресвятой Владычицы Богородицы. Затем преподобный Никандр возлег на адрес своем, крестообразно сложил руки свои и со словами «Благословен Бог, так изволивай слава тебе! Предал Господу дух твой! Так с миром опочил в Господе сей досточудный Отец наш, преподобный Никандр 24 сентября 1582 года. К Божьим попущениям польский король Стефан Баторий навел свои полки на землю русскую. Враги осадили города Псков и Порхов. По всей этой области во множестве находились польские и литовские люди, так что нельзя было горожанам выходить за городские стены. В пустыню, где жил преподобный пришел в то время, чтобы получить благословение от святого некий крестьянин с тела Боровичей по имени Иоанн по прозвищу Долгий. Постусяв раз, другой, третий в двери кельи Никандра, Иоанн все-таки не получал ответного возгласа подвижника. Тогда войдя в теле он увидел, что святой Никандр отошел к Господу, а вся хижина была наполнена необычайным благоуханием. Тогда Иоанн благоговейно взяв честное тело святого, с сердечным умилением покрыл его землею. Затем незамеченный по молитвам святого польскими войсками, он пришел в город Порхов и рассказал всем жителям о кончине преподобного. При этом известии граждане Порхова стали рыдать и скорбеть, что лишились такого славного заступника и молитвенника перед Богом. Сильно желали они отправиться на погребение святого, но боялись врагов. Тогда диакон Петр, видя колебания своих сограждан, обратился к ним с такой речью. Мужи и братья, послушайте, что скажу вам о новоприставленном отце Никандре, ибо сам я собственными глазами видел многотрудную и подвижническую жизнь этого старца, человеческими устами поведать языком невозможно о всех добродетелях этого отца. Сам преподобный предрек мне о своем представлении к Богу. Он предсказал, что его кончина последует во время нашествия литовских людей. Вы же не страшитесь и не бойтесь, но смело идите и предайте погребение честное тело этого подвижника, ибо сам преподобный сказал мне, что Господь Бог не предаст вас в руки врагов и зло не коснется вас. Своей речью Петр убедился граждан безбоязненно идти в пустыню, где так ревностно подвязался угодник Божий в течение своей земной жизни, никем не задерживаемая. Все граждане, миряне, священнослужители, мужи и жены, старцы, юные, пришли в пустыню на то место, где было прикрыто землей тело преподобного и с честью погребли его. Преподобный Никандр прожил 75 лет и 8 месяцев. Во все дни своей жизни он верно и нелицемерно служил Господу, оставив нам пример доброй и богоугодной жизни. Последуем и мы его стопам и будем постоянно подражать этому угоднику в терпении и смирении. Да не спошлет и подаст он помощь и покровительство всем с верой взывающим. Проподобный Отче Никандре моли Бога о нас. В 1585 году некий Инафисайя, желая последовать примеру преподобного Никандра, пришел в то место, где жил и подвязался этот угодник Божий. Долгое время Исайя страдал болезнью ног и, наконец, по молитвам преподобного получил исцеление от своего недуга. Этот Исайя на месте подвигов преподобного Никандра устроил монастырь и собрал в нем большую братью. По настоятельному прошению братья Исайя принял игуменство и был возведен в священный сан епископом новгородским Александром. Епископ стал тщательно заботиться о новом монастыре, снабил его денежными средствами и повелел выстроить над гробом преподобного Никандра церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.